ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ С точки зрения экономики, политики, даже с точки зрения эзотерики. Это тоже очень интересно. В прошлом году мы тоже как-то пытались предсказать год 22-й. Какие-то прогнозы сбылись, а какие-то сбылись слишком сильно. И попытаться узнать, что нас ждет, я думаю, наверное, очень важно. Начнем мы в этом смысле с интересного заявления, которое сделал Национальный банк. Он о том, ну это, наверное, уникальное, предлагаю очень коротко о нем поговорить, это уникальная история о том, как можно с больной головы да на здоровый. Очень часто в студии мы обсуждаем, кто отвечает за самое важное для нас, для всех, за экономический рост, за то, что позволяет нам жить с каждым годом лучше. И мы всегда спорим, кто это самое главное. Всегда говорится правительство, то есть правительство, правительство, правительство. А на самом деле во всем мире за рост экономический отвечает Национальный банк. Если вы вчера читали, то он очередной раз сыграл свою любимую игру от Всемирного банка, переложив ответственность на всех, кроме себя. В частности, он советует развивать внутреннее производство. И связывает это, почему мы с этого и начинаем, с ухудшением ситуации в области продажи нефти. Ну то есть он говорит о том, что доходы от нефти будут падать. Скорее всего, пик высоких цен временно будет преодолен. Мы уйдем на отметку ниже 90. Вот они об этом говорят. И, соответственно, платежный баланс сократится. И вот у меня вопрос к экономику, к политологу, к экономисту в том числе. Как вы думаете, получается, что мы никак не слезли за эти годы с нефтяной иглы? И как только мы прогнозируем какое-то снижение общемировых цен, у нас тот же проваливается и платежный баланс. Ну и, в общем-то, в целом, Национальный банк начинает поднимать руки и говорит, ну, в общем-то, ждите чего-то необыкновенного. Я просто думаю, что это цены на нефть и доходы от нефти у нас в нашем бюджете до 40%. И она определяющая для нашей экономики. И просто я думаю, что ожидание, как вырастут цены или опустятся цены, зависит от нашей экономики. Я просто думаю, что Национальный банк ставит свои базовые ставки, увеличивает или уменьшает базовые ставки, с целью того, чтобы удержать инфляцию, в ущерб экономическому росту. То есть мы сейчас видим, рост цены идет, и следом стремительный рост базовой ставки Национального банка. И это приводит к тому, что начинается тормозить экономический рост. Ну, при этом они никак это не помогает. Ну, сколько мы здесь в ШПТ-студии, мы прямо тут лежим и доказываем, что учетная ставка, базовая ставка никаким образом не влияет. Да вот, например, они еще один делают замечательный ввод о том, что все-таки рост спроса идет, несмотря ни на что, несмотря ни на какие базовые ставки, спрос растет со стороны и населения, и бизнеса. Но мне кажется, что тут тоже вопрос заблуждения. Растет не спрос, растет стоимость спроса. Да, но они говорят цифру, цифра вроде бы больше. Да, растет, а яиц становится в пакете меньше. Да, а купили там и меньше. Как вы думаете, стоит ли ждать вот этого ухудшения? Или Национальный банк очередной раз пытается сказать, ребят, ну вы там сами барахтаетесь, а у нас тут Всемирный банк, красивые люди. Ну да, у них своя жизнь, у вас своя жизнь, да. Вы там думаете, что делать. Ну, если говорить о будущем, да, что мы предполагаем? Я предполагаю, на следующий год у нас будут выборы. Я надеюсь, что эти выборы будут честные, чистые. И, наконец-то, мы увидим реальную картину того, что есть в нашей стране. Да, вот у нас вот еще осталось от, так скажем, предыдущего. У нас есть еще один, так скажем, слайд, он посвящен выборам. Но пока его подготавливают, Дин, может быть, вот мы вот по этой части с вами пройдемся коротко. Как вы думаете? Я, конечно, я очень сильно постараюсь, поскольку я политолог. Но это интересно, потому что политика, никогда еще не так политика не зависела, как и сейчас экономика. Ну, я согласна, да. И политика сейчас заключается как раз-таки в справедливом распределении средств и ресурсов. Ну, вот смотрите, самое главное, о чем они говорят, рекомендация. Ну, такая, я бы, сейчас сказать, господа, капитаны очевидности, а есть еще адмирал Ясин Перец. Вот, вот адмирал Ясин Перец, а давайте налаживать производство товаров высокого передела. Ну, то есть мы разве этого ждем от Национального банка? Да, с учетом того, что они творятся с учетной ставкой. Вообще, это же, не кажется вам, вот, как политологу, ну, это такая история, учись хорошо, сынок. Вот примерно так. Это аксиома, наверное, та, которая прописана, наверное, у каждого государства в экономике любого государства. Базово, что нужно? Налаживать производство, строить заводы и новые, и вторично уже налаживать рынки сбыта. Что касается, да, я не могу так квалифицированно прокомментировать решение Национального банка как экономиста. Но с точки зрения экономики, хочу сказать, что да, с точки зрения политики, политологии, да, наверное, больше. Следующий год однозначно начнется с выборов, будет жарко, довольно жарко, начнется все с Сената. И затем, конечно, все зависит от того, когда пройдут выборы в Можилисе Маслихаты, будет ли это весна, будет ли это почти начало лета. Вы, кстати, заметили, да, всем наплевать на что говорит Национальный банк, я пытаюсь как-то выяснить, что нам есть в следующем году. Мы же экономические обозреватели. Потому что они живут своей жизнью абсолютно, и мы вынуждены жить своей. Но вот мне знаешь, что кажется, вот, Денис, что мне кажется, на следующий год, если мы будем говорить о планах, я надеюсь, что, наконец-то, Министерство национальной экономики, так, как будто есть не национальная экономика, да, наконец-то станет Министерством экономики, семьи и молодежи. Вот когда они вынуждены будут считать деньги, вот в ракурсе таком, что смотреть на семью и молодежь, а не просто поделить там что-то и вообще ни за что не отвечать, ну вот вообще им классно, тоже живешь. Ну, слушайте, у нас правительство вообще любит, вот у нас правительство, Нацбанк и все остальное, это вопрос перекладывания друг на друга фишек. А что нам говорят, у нас сегодня редкий случай про эзотерику, я не просто так заикнулся, а что говорят цифры, не звезды у вас, а цифры, что говорят про тенге в следующем году, вот это будем к вам каждый раз, вот про такие вещи у вас спрашивают, что ждет, будет ли инфляция, спросим у номеролога, коль не у кого больше спросить. Ну, раз номеролог, он не может сказать про финансы, но можно сказать про цифры касательно года. Год, 20-23, он на вибрации энергии стоит на семерке, семерка это число сакральное, таинственное, часто мы придаем этому значение семерке, поэтому семерка это, как бы опираясь на прошлое, прошлый опыт мы должны извлекать что-то хорошее из него, и я бы хотела сделать акцент такой на то, что год кролика, черный водяной кролик, он, между прочим, нужно заметить в тот момент, что он наступает только один раз в 60 лет, поэтому он будет сказать, что легкий он не будет, потому что, как говорится, есть такое выражение, корабль должен, все зависит от капитана корабля, то есть, если президент нашей страны в прошлом году был на нулевом цикле и на спаде по Луне-Солнцу, вот, 23-й год немножко получше ситуация, но ноль сопровождается, к сожалению, и он непредсказуемый, этот ноль, но у нас Солнце хорошее, поэтому учитываю. Это год, насколько я помню, эзотерия, вот эта вот часть про черный, белый, красный, окрая наступает раз в 60 лет, так что эта история такая она, раз в 60 лет красный кролик, раз в 60 лет черный кролик. Да, и вот очень хочется, чтобы этот ноль никак не отразился бы, да, на политике, на финансах и так далее, Поэтому, и учитывая программу руководителей нашей страны, естественно, мы понимаем, что он сам дипломат, миротворец, по предназначению, кстати, носитель знака миротворца и носитель знака тысячника, это непростые люди, это люди, которые могут, в программе заложена дипломатичность, тактичность, и эти вещи очень важны, потому что в любой ситуации мы должны учиться управлять эмоциями, настроением, естественно, в ней втушить, и не забывать, что у каждого существа, вот как и у кролика, кота его, кот называет кто-то, есть свои положительные качества, что он мягкий, пушистый, такой. А кот тоже черный? Ну, название, будем говорить, что кот кролика просто. Жен, забыл, черный кот за углом, я так чувствую, у нас вы так красиво назвали, что это все кролик, на самом деле, это кот. Отрицательное качество у всех есть, как мы содержим свои положительные, слабые, и отрицательные качества есть в каждом человеке, но все равно мы должны работать и управлять эмоциями, и понимать отрицательные качества, и не допустить этого. Поэтому ноль, еще раз скажу, он непредсказуем. Это все безусловно круто. Можно в цифрах сказать, сколько будет стоить деньги. Вот семех, и следующий год, 470 вы имеете, ну, я не знаю, там 477 или 770. Не знаю, ну, есть же возможность предсказать. Я не оракул. Не, ну, все-таки у вас гораздо более, так, широкий спектр возможностей ошибаться, чем, в общем-то, у наших экспертов. Ну, звезды по-другому сложились. Есть такой момент, это, наверное, зависит от каждого руководителя на каждом отрезке ответственности. Ответственности по этому. Вот я вам кричусь, именно так он всегда и говорит. Вот, а вы готовы зайти в Новый год или не готовы? Абсолютно правильно. Скорее всего, для нумерологии есть определенные периоды, когда тенге будет на своем пике, в упадке. Вот об этих вещах, наверное, нумерология, как протонаука может говорить. Ну, любой бизнес, любая компания зависит от руководства. Если руководитель стоит на периоде хорошем, то все будет благополучно, потому что он способен. У него нет эмоциональных, интеллектуальных, физических скачков. То есть нет вот этого американских горок. Американские горки есть всегда. Я в этом абсолютно точно уверен. Я помню, как в конце прошлого года мы стояли и тоже говорили о том, как все замечательно у нас. Есть всегда угроза, и угроза, это, безусловно, говорит сам глава государства здесь, и инфляция, которая достаточно серьезно бьет. Он сам об этом. И кризис в топливной системе, в топливно-эритической системе, и многие другие вещи, о которых он непосредственно нам говорит. Все-таки про выборы давайте посмотрим сюжет. Это очень важная часть, и тоже ваше будет мнение интересно о выборах. То есть вот у нас есть условно Можилис, есть Сенат, но у нас есть небольшой сюжет, ребята подготовили. Уже в первой половине будущего года в стране пройдут парламентские выборы, а затем и депутатов-маслихатов. Уже известно, что на 14 января 2023 года назначено голосование за депутатов Сената. Изменится и сам порядок формирования высшей палаты парламента. Президентская квота сокращается до 10 мандатов. В том числе пять из них назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Порядок формирования Можилиса тоже изменится. Теперь 69 депутатов Нижней палаты будут избираться по партийным спискам, 29 по одномандатным округам. При этом отменяется квота Ассамблеи народа Казахстана. Что же касается социальной политики государства, то в Министерстве труда и соцзащиты населения уже заявили, что в ведомстве завершили разработку проекта социального кодекса. Именно этот документ и будет призван улучшить социальную поддержку казахстанцев. В частности, увеличится период выплат по уходу за ребенком до полутора лет и размер пособий многодетным матерям. Кроме того, уже с 1 января будущего года минимальная заработная плата увеличится до 70 тысяч тенге. Вырастет и минимальный размер пенсии почти до 78 тысяч тенге. Ну вот мы видели с вами то, как это выглядит с точки зрения календаря и с точки зрения государства. То есть вот это вот те основные веки, о которых мы говорим. И все-таки я с вами согласен. Главный этап будущего года, который закладывает все на ближайшие 5 лет, это выборы в Можелес. Вы участвуете? Да. Все-таки давайте, чем они отличаются, коротко, чтобы мы еще с вами говорим, мажоры, миноры, разбираемся мы. Давайте, Дина, вы тоже подключайтесь. Чем отличаются выборы текущие, наступающие от тех, что были раньше? Ну, это будут очень, я считаю, что это будут очень жесткие выборы. Там будет большая конкуренция. Потому что всего 70% мажориста парламента, это будет идти по партийным спискам. А 30% это по, значит, по участию самих людей самостоятельно. 60, по-моему, голосов, да, там получается? Всего 98. 98, 60 будет по партийным и 30... 30 и 60, да? Вот, где-то так. Вот, таким образом. То есть всего 68 по партийным спискам. И, конечно, это уже большая разница с тем, что было. И на одно место будет достаточно большое количество людей претендовать. Потому что мы это увидели даже сейчас в Сенате, да? В Сенате в некоторых регионах 20 человек на место. То есть активность усилилась. Люди хотят говорить, люди хотят менять ситуацию. Они верят в изменения, они хотят видеть справедливый Казахстан. И это будет серьезно. Самое главное, чтобы сейчас эти выборы прошли очень честно. И мне кажется, что нужно сейчас увеличить уголовную ответственность. Вообще ввести уголовную ответственность те, кто входит в избирательные комиссии. С тем, чтобы, если они подтасовывают факты, если их находят в этом, они должны нести очень серьезную ответственность. Потому что сейчас они будут подтасовывать наше будущее. Вот это очень серьезно. Дина, не могу вас не спросить о том, как политолога. Мы же помните, как с вами обсуждали, что эти выборы принесут за собой совершенно новую веху, веху популизма. Невиданного доселе, потому что появятся мажоритарии тех, кого у нас не было лет 20, 15 лет точно, по-моему, не голосовали мы за мажоров. По-моему, да, 3 выбора. Но не 15 лет, а 3 сезона. Это же вот и плюс, но нет вот этой вот ограничительной системы в виде первого президента. Вот мы к Европе идем вот в той части, популизма. Мы сейчас говорим с вами о мажоритарной, о мажоритарке, о том, о чем все политологи поднимали, скажем так, привлекали все внимание. Поскольку во всех регионах, вы говорите, вот Ирина Владимировна абсолютно права, Сенату это уже 28 человек, Маслихаты и Мажелисы. Мажелисы это будут абсолютно другие цифры, я уверена, на уровне каждого региона. И буквально за последние полгода, если ты посещаешь какие-то регионы, общаешься, скажем так, с местной элитой, то почти все они готовы участвовать как раз-таки в этих выборах, готовятся именно к мажоритарке, непропорциональному, непропорциональной системе. Возможно, мы увидим в данном случае новые, это будет своего рода, знаете, в политологии есть такой термин, циркуляция элит. То есть смена элит в любом случае будет. Вот выйдут абсолютно новые игроки на авансцену регионов. Возможно, это будут, как вы говорите, популисты, да, это будет, возрастет в большой степени, поскольку они будут привлекать внимание к своей личности, то есть к своему имиджу, к своим каким-то идеям, которые они будут планировать, там, не знаю, продвигать на уровне региона и в рядах Мажелиса в том числе. Что говорят нам цифры по этому поводу? Вы не рассматривали, а следующий год с точки зрения цифр, нумерологии, кто пройдет в парламент, с каким, и вообще какие политические тренды с точки зрения эзотерики могут возобладать в следующем году? Ну, во-первых, политика не интересует, сразу скажу. Очень нравится то, что происходит сейчас в стране, какие изменения произошли и так далее. Но, опять же, я смотрю с позиции цифр Казмошмар Кемельевича однозначно, потому что меня это радует, как человека, прежде всего, как гражданина страны, потому что я понимаю, что люди, которые носители знака миротворца, знака власти, и должны руководить страной, потому что в них, еще раз повторюсь, что есть линия справедливости. И самое главное, что очень немаловажно, у человека есть в программе интуиция, что важно. Вроде бы все мы говорим, что у нас есть интуиция, на самом деле не у всех она заложена. Есть люди, с которыми спорить бесполезно, есть люди, которые дальше своего носа ничего не видят. Здесь я такой случай не могу сказать. Единственное, что я могу, в свою очередь, сказать, что очень хочется, чтобы вот этот человек-независимость, это вот в программе такой есть код поведения, да, может, для тех, кто не знает, впервые немножко не так слышится, наверное, код независимости человек должен обсуждать со всеми, но единолично принимать решения. Эти люди не должны быть привязаны к какому-то мнению и зависимым быть. Когда человек ведет себя согласно именно своему коду, независимо, сам индивидуально принимать решения, выслушав всех, уважая при этом мнение всех, но сам, тогда это будет просто так, как должно быть. Ну, как, нет ничего более точного, чем неточные науки, да? В этом смысле я очень люблю эзотерические всякие истории. Мы можем подвести, и, кстати, власть тоже очень, ну, во всем случае, раньше очень любила эзотерику. Всегда, всегда. Я вот к чему, вы как считаете, какой градус, и перейдем к экономике быстренько, какой градус будет, с каким градусом будут идти дебаты в рамках мажоритарной? Партии не берем, у партии есть программы, они понятны. С чем зайдут, какой главный лозунг, кроме справедливости, Аделер, с каким лозунгом зайдут будущие кандидаты в депутаты? С какой стороны они будут? Дин, то, что часть справа, слева, это будут левоцентрические движения, крайне левый, правый центр, крайне правый. Как вы считаете? Я вот просто думаю, что эти, с точки зрения экономики, естественно, будут нажимать на те интересы, которые у людей самое больше всего волнует. Вот сейчас 82% людей думает о том, как повыситься цены. То есть на 60% людей уже повысили свои затраты на питание. 40% людей перешли на жесткую экономию. То есть сейчас те депутаты, которые будут говорить, что они решат эту проблему, они будут самыми первыми. Эти выборы приведут к тому, что, говорится, наконец-то наши граждане приобретут своих депутатов, своего округа, к которому они обратятся и с ними будут работать. Раньше у нас было так, вот в предыдущие вот эти годы, что ты депутат для всех и не представляешь свои интересы своего округа. Сейчас он уже конкретно регион Ахмолинской области или там Карагандинской области. То есть будут свои депутаты, которые будут представлять интересы этого региона. Владимир Владимирович, вы представитель все-таки левого сектора в политике. С чем, на ваш взгляд, пойдут одномандатники все-таки? Левые лозунги будут самыми популярными или правые? Конечно. Я думаю, левые лозунги. Самые популярные. Это самые популярные лозунги. Это просто касается жизни каждого, вообще нормальной жизни. Вот эти вот лозунги и будут. Но тогда вопрос, я не могу вам его не задать, это же очень важно. А как тогда предпринимательство? Если государство и депутаты настроены в сторону левую, то бизнес это всегда вопрос правого сектора. То есть он уходит даже не в центре, он в правое. Предпринимательская свобода, условно говоря, ну и многие другие вещи. Гарантии. Помните, как Бейбута Кулов еще три года назад говорил о том, что нужно гарантии частной собственности и многие другие вещи. Как здесь быть? Но мне кажется, знаете, никто не покушается, если это в рамках закона. Но если это 162 человека, которые забрали 50% богатств нашей страны себе, то я бы за то, чтобы их раскулачить. Эх, взять все и поделить. Я к чему, Дин? Вот я почему так пытаюсь разобраться в этой истории, потому что нет ничего страшнее неготового электората к популистским лозунгам. Мы помним 1917 год, когда неготовые городские массы, чаще всего переселившиеся из села, на которых были накинуты вот эти социалистические, абсолютно левые идеи, которые очень легко ими воспринимаются. Это же очень просто взять и сказать, дайте нам. Как вот здесь? Нет ли угрозы на будущее вот в этой истории? Абсолютно. Конечно, есть. Здесь прямая угроза. Мы видим на примере социальных сетей буквально какое-то неправильно брошенное слово, либо какое-то обещание, да, возможно, даже обещание, данное много лет назад, либо вообще абсолютно противоречащее курсу главы государства. Каким-то образом, либо какие-то взбросы, фейки, они поднимают, скажем так, привлекают в себе большое внимание массы народа. Это всегда такие риски есть. И заключается здесь, и работать с этим тоже довольно-таки легко. Не тоже, но в принципе. Необходима глубинная, такая масштабная, детальная, разъяснительная работа, в том числе и обозревателей, будь то экономические, будь то политические. И чем больше будет экспертности, не будет популизма как раз-таки среди экспертов, которые видят себя экспертами во всем. А узких специалистов, чем больше их будет таких анализов, пульта-номерология, будь то экономика, то тем будет лучше для населения. И важно здесь соблюсти языковую пропорцию, не уходить в один язык, а делать его как-то гармонично. Доступным для всех. Для всех, да, абсолютно. И причем разными языками. Если мы обратимся к той же социальной сети TikTok, где почти очень много наших казахстанских подростков, не подростков, а даже молодежь и старших, находятся либо Instagram, у них абсолютно другой язык восприятия и понимания информации. Здесь очень важно правильным образом подносить. Не все смотрят у вас. Ну, слава богу, чтобы все меня не смотрят. А то бы меня взахритили уже после третьей программы. Давайте у нас не так много времени. Давайте попробуем теперь в конце, как бы завершая, вот в итоге каждый из вас, либо самые важные события с точки зрения на этот год попытаются предсказать, но в вашем случае классический прогноз, который все мы ждем перед Новым годом. Кто-то читает гороскопы, кто-то будет слушать вас. Честно скажу, я не заказывал ничего, поэтому для себя лично, вот для государства очень интересно. Да, ну, еще раз хочу повториться, что год, всегда думаем о том, что какой год, если прошедший год был тигр, и он был на больших вибрациях двойки энергии, он так и застоялся, ну, относительно. Опять же здесь говорить обо всех очень сложно. Потому что, да, что за тигр этот лев получился. Потому что сейчас-то и год тоже был год тигра. Ну, да. И он тоже был очень непростой. Очень знаменательный, да, знаменательный для Казахстана. Очень много таких совпадений, это не просто так, потому что вибрация, энергия была очень мощная, надо было немножко, опять же, тушить гнев. Ну, не получается, да, у людей. Характер есть характер, ничего не хватило. Год более миролюбивого кота, что называется? То, что кролик, естественно, он такой. Но при этом еще есть негативный момент, что он труслив. Поэтому будет страх у людей бояться, на что-то решиться и так далее. Он многих людей и присущ, по сути, по природе, но, тем не менее, я считаю, что не нужно бояться. Самое главное делать во всем просчет. Просчет, анализ того, что ты делаешь, уверенность, потому что нельзя подобаться отрицательным качествам этого кролика, того же кота, допустим, да. Поэтому до ноября, я перед эфиром, конечно, подумывала этот момент, до ноября 2023 года нужно очень аккуратно, как вот на острие ножа, да, то есть по краю, да, как говорится. А после на острие брить еще сильнее быть аккуратными, да? Уже будет получше, реально, потому что, действительно, до ноября, до 30 ноября 2023 года будут такой, могут быть конфликтные ситуации, могут быть обязательно непонимания и так далее. Или самое главное, надо все, как говорится, включить везде дипломатично, везде. Ну, у нашего президента, слава богу, этого хватает. Да, на что мы и рассчитываем. Этого нам не хватает. И я поэтому, я вспоминаю, когда вы говорили, я вспомнил картинку популярную, помните, была перед наступлением, когда 19-й и 20-й год выглядывали из-за угла и открывали, и думали, что ж там. Я думаю, что страх сейчас у всех, и появление елок в ноябре в квартирах свидетельствует о том, что люди очень хотят Нового года, но очень его боятся. И потом думали, а где же тот год с пандемией, помните, да, искали его? Да, вернуться бы назад. Мне кажется, что все у нас получится, и выборы пройдут, и благодаря нашему президенту, настолько дипломатичному, и все-таки нам таким гибким и толерантным, мы пройдем и сможем устоять, и все-таки в лучшем виде выйдем из-за следующего года. А какое, кроме выборов, главное событие вы для себя видите? Главное событие или главное событие? Ой, ну я, если говорить о стране, конечно, то, что должна быть справедливость. Я вижу это. Как? Ну, такая справедливость, это вот можно писать, как в случае с моей майкой написать «Справедливый Казахстан», это гораздо сложнее сделать. Нет, когда всем будет приятно, хорошо жить в нашей стране, однозначно. И когда не будет такой большой разницы, скажем, между заработной платой министра и дворника, все должны быть достойно в нашей стране жить. Ох, вы любите этот левый ваш уклад, давайте. Что на следующий год ваш прогноз и более-менее понимание важных событий? Я просто думаю, что вот те важные события, говорится, Ирина Владимировна очень хорошо рассказала. Я вот просто думаю, что мы живем по нашей национальной программе. 10 национальных программ. Оно было принято 7 октября 2021 года. И жаль, что вот до этого времени его не подкорректировали с теми объективными условиями, которые вот сейчас случилась, вот, например, война. Мы на Россию задействованы на 85% экономики, завязаны на Россию. И там в нашей национальной программе сказано, с чего мы должны достигнуть в 22-м, 23-м и все остальное. Я вот просто думаю, что нам надо вот сейчас эту национальную программу обсуждать, а не переходить вот на 23-й год с той старой программы, которая 21-го года. Там ничего не изменилось. Новому году новая программа. Да, я вот просто думаю, что надо там подкорректировать. И это нужно обсудить с обществом. Потому что мы с этой программой, которая должна учитывать внешнеэкономические факторы. Вот вы приводили пример, что по импорту 50 миллиардов. Наша ВВП составляет 200 миллиардов, 50 миллиардов, 25%. И предлагают увеличивать внутреннее производство. То есть импорт у нас с 2016 года по нынешнее время увеличился два раза. И никакого производства мы не увеличиваем, а предлагают. То есть по этим прогнозам мы видим, что у нас никаких изменений в внутреннем производстве не случится. И поэтому нужно, так говорится, взять национальную программу, изменить его. Что мы можем там изменить? И это сделать надо в 23-м году. Дина, ну вам самое ценное, помнится, вы в прошлом году ваши замечания были очень отличные. Мне не очень это импонирует в том плане, что обычно у меня эти прогнозы сбываются. А в этот раз у меня, скажем так, с точки зрения качественной аналитики и где-то внутренне интуитивной ждет у нас непростой год. И в первую очередь это будут, конечно, много, скажем так, ярких событий, связанных с выборами, так или иначе, с людьми, которые будут выходить на эту авансцену. И важно будет, поднимется ли вопрос смены правительства и какие люди придут как раз-таки в кабинет. Вот, эти моменты еще я бы хотела, я считаю, что триггерными будут все-таки для нас вопросы национальной безопасности, вопросы государственной информационной политики, поскольку я вижу некоторые тенденции в изменении подхода, то, что мы видели где-то в Российской Федерации в прошлом году, если проанализировать, сравнить просто подходы. Некоторые вещи говорят о том, что грядут изменения, изменения как раз-таки в СМИ и в восприятии гражданского общества. Можно уточнить еще один вопрос? Новые, вот, то, что вы говорите, новые программы все-таки появляются. Есть ли надежда, что у нас все-таки будет поворот вот такой, больше гражданскому обществу, нежели как было раньше, более центристскому, более такому, вождистскому? Я думаю, что очень так вы жестко ставите вопрос, конечно, либо то, либо другое. Я думаю, что это будет несколько тенденций, да, и будут выходить новые люди с точки зрения гражданского общества. Но то же самое мы видим в Можилисе довольно много людей, которые как раз-таки составляли ядро этого гражданского общества, и их голосов сейчас не слышно в обществе в целом, не в качестве депутатов, а в качестве реальных людей, которые защищают интересы граждан. И, возможно, их возврат в гражданского общества очень сильно изменит, если только они не останутся в ряду, как нам сказали. Ну что ж, я думаю, что подводить итоги мне самому будет не очень корректно, поэтому единственное, что я для себя оставлю, это пожелаю всем Нового года, ну хотя бы такого, как был 20-й, как бы ни было странно, чтобы было что вспомнить. А вспомнить всегда есть что. В общем, вам в первую очередь здоровье, счастье, достатка, любви, ну и, конечно, спокойствия. Нам так этого давно не хватает. Последние три года точно. С Новым годом! С Новым годом!